Книга пророка Иезекииля Глава девятая Потом я слышал, как он позвал громким голосом «Пусть подойдут ближе те, кто поставлен наказать этот город, и пусть у каждого в руке будет губительное оружие!» И вот от верхних ворот, выходящих на север, спустились шестеро, и в руке каждого было оружие уничтожения. Среди них был еще один, одетый в льняные одежды, и на поясе у него была чернильница песца. Они вошли и встали возле медного жертвенника. И слава Бога Израилева, что пребывала на Херувиме, поднялась и переместилась к порогу храма. И позвал Господь того, кто был одет в льняные одежды, с чернильницей песца на поясе. Он велел ему «Пройди по всему городу, по Иерусалиму, и начерти знак на лбу у тех людей, которые плачут и скорбят обо всех мерзостях, что там творятся». А остальным он сказал громко, чтобы и я слышал. «Ступайте следом за ним по городу и убивайте, не жалея никого и не щадя. Убивайте и уничтожайте стариков, юношей и дев, женщин и детей. Но не трогайте ни одного из тех, на ком будет этот знак. С моего святилища начните». И они начали со старейшин, которые находились перед храмом. После этого он сказал тем шестерым, «Теперь оскверните сам храм и наполните дворы его трупами, а потом идите дальше». И они пошли и стали убивать жителей города. И пока они убивали жителей в городе, я оставался один. И я полниц и закричал, «О, владыка Господи, неужели ты погубишь весь остаток Израиля, изливая ярость свою на Иерусалим?» Он ответил мне, «Велики грехи народа Израилева и Иудина, слишком велики. Эта земля полна крови, этот город полон неправды, ибо говорят они, Господь оставил эту землю, Господь не видит». Вот за это я не пощежу их и не помилую, обрушу их поступки им же на головы. В это время тот, кто был одет в льняные одежды, с чернильницей песца на поясе, вернулся и сказал, «Я сделал все, как ты велел мне». Глава десятая И увидел я над сводом, что был над головами херувимов нечто похожее на сапфир и по видимым очертаниям своим напоминавшее престол. И я услышал, как Господь обратился к человеку, облаченному в льняные одежды, и сказал ему, «Пойди и встань между вращающимися кругами, что под херувимами, возьми полную горсть горящих углей, что меж херувимами, и разбросай их над городом». Я увидел, как он подошел к херувимам, которые стояли с южной стороны храма. Облако тем временем наполнило внутренний двор его. Когда же слава Господня поднялась над херувимом и переместилась к порогу храма, облако уже окутало весь храм, а сияние славы Господней наполнило двор. Шум крыльев херувимов был слышен даже во внешнем дворе, и был он подобен голосу Бога Всесильного. И когда Господь дал повеление человеку, облаченному в льняные одежды, «Возьми огонь, что горит между кругами, между херувимами», он пошел и встал у одного из колес. И тогда один из херувимов протянул руку к огню, что горел между херувимами, взял горсть углей и вложил их в ладони человека, облаченного в льняные одежды. Тот вышел с огнем в руках. У херувимов под крыльями были видны подобия рук человеческих, а рядом с херувимами я увидел четыре колеса по колесу возле каждого, и на вид они были словно из камня топаза. Все четыре колеса выглядели одинаково, внутри каждого колеса как будто находилось еще одно колесо. Когда херувимы двигались, они могли это делать в любую из четырех сторон, и при движении не поворачивали. В каждую сторону было обращено лицо. Туда они и шли, и при движении не поворачивали. И все их тела, и спина, и руки, и крылья, и колеса, все было усеяно вокруг множеством глаз. Все четыре колеса были усеяны глазами по всей окружности. Я слышал, что эти колеса были названы кругами. У каждого херувима было по четыре лица. Одно лицо херувима, другое лицо человеческое, третье обличье льва, и четвертое обличье орла. И поднялись херувимы над землей. Это были те самые живые существа, которых я видел у потока кивар. Когда херувимы шли, подли них двигались и колеса. Когда херувимы, расправив крылья, отрывались от земли, колеса не отделялись, но и тогда были подли них. Когда херувимы останавливались, то останавливались и колеса. Когда херувимы поднимались, поднимались вместе с ними и колеса, ибо дух существ пребывал в них. Слава Господня отошла от порога храма и встала над херувимами. Херувимы расправили крылья у меня на глазах и поднялись над землей, и колеса были подли них. Они остановились у восточных ворот в храм Господень. Слава же Бога Израилева пребывала над ними. Это были те самые живые существа, которых я видел у подножия престола Бога Израилева у потока Кевар, и понял я, что они и есть херувимы. Было у них по четыре лица, по четыре крыла у каждого, а под крыльями нечто подобное рукам человеческим. Их лица были подобны лицам тех существ, которых я видел у потока Кевар, а также весь их облик был схож с ними. И каждая двигалась прямо, в ту сторону, куда смотрело одно из его лиц. Псалтырь, Псалом 124, Песнь восхождения Те, кто доверился Господу, горе Сион подобны. Она никогда не поколеблется, вовеки стоять будет. Как горы окружают Иерусалим, так ныне и вовек Господь окружает заботой народ свой. Над землей, что дана в наследие праведным, жезл нечестивых не задержится надолго, чтобы праведные рук своих не простерли к беззаконию. Господи, благоволи доброе делать людям добрым и тем, кто правду всем сердцем любит. А тех, кто уходит на кривые пути свои, изгонит Господь, как и всех творящих беззакония. Мир Израилю! Деяния апостолов Глава 19 В то время, когда Аполлос был в Каринфе, Павел, пройдя через горные области, пришел в Эфес и нашел там несколько учеников. И спросил он у них, «Сошел ли на вас Дух Святой, когда вы уверовали во Христа?» Они же ему отвечали, «Мы вообще не слышали, что есть еще некий Дух Святой». «Какое же крещение вы приняли?» спросил у них Павел. «Крещение Иоанна», — ответили они. «Крещение Иоанна было крещением в знак покаяния. Он призывал народ верить в того, кто грядет после него, в Иисуса», — сказал Павел. Услышав это, они приняли крещение во имя Господа Иисуса. «Когда же Павел возложил на них руки, Дух Святой сошел на них, и начали они говорить на прежде неизвестных им языках и возвещать весть Божью. А было их всего человек двенадцать». В течение трех месяцев Павел посещал синагогу и смело проповедовал там о Царстве Божием, беседуя с людьми и убеждая их. Но некоторые из них упорствовали, не хотели верить и хулили перед всеми путь, учение Божие. Тогда он покинул их, забрав с собой учеников, и в школе некоего тиранна каждый день проводил свои беседы. Так продолжалось в течение двух лет, и потому все жители Осии, как иудеи, так и язычники, смогли услышать Слово Господня. Бог руками Павла творил великие чудеса. Даже когда приносили и клали на больных платки или рабочие фартуки, которые надевал Павел, болезни оставляли их, и злые духи выходили. Некоторые иудейские бродячие заклинатели пытались призывать имя Господа Иисуса на тех, кто был одержим злыми духами, говоря «Заклинаем вас Иисусом, о котором проповедует Павел выйти из этого человека». Делали так и семь сыновей некоего Скивы, иудейского первосвященника. Но однажды злой дух ответил им «Иисуса я знаю, и Павел мне знаком, а вы кто такие?» И человек, в котором был злой дух, набросился на них, одолел их всех и так расправился с ними, что они, нагие и израненные, убежали из того дома. Это стало известно всем жителям Эфеса, как иудеям, так и язычникам. Страх охватил всех, и к имени Господа Иисуса стали относиться с большим почтением. И многие уверовавшие приходили и открыто признавались в греховных делах своих. А многие из тех, кто прежде занимался чародейством, снесли свои книги в одно место и сожгли их, на глазах у всех. Когда подсчитали стоимость сожженных книг, оказалось, что стоили они пятьдесят тысяч серебром. Так слово Господне широко распространялось, и влияние его росло. Когда все это так успешно завершилось, Павел решил отправиться через Македонию и Ахайю в Иерусалим. «А после Иерусалима», — сказал он, — «мне нужно побывать в Риме». Двух своих помощников, Тимофея и Эраста, он послал в Македонию, а сам на некоторое время задержался в Оссии. В то самое время учение, называемое «Путь», послужило причиной сильных волнений в Эфесе. Серебряных дел мастер по имени Димитрий, который изготовлял серебряные изображения храма Артемиды и тем давал хороший заработок мастерам, созвал их и других работников, занятых тем же ремеслом, и сказал, — «Вы знаете, что от этого ремесла зависит наш достаток. А вы сами видите и слышите, что этот Павел убедил многих и совратил своими речами не только в Эфесе, но и чуть ли не по всей Оссии, он утверждает, что то не боги, которые руками человеческими сделаны. И это угрожает не только тому, что ремесло наше презирать будут, но и храм великой богини Артемиды лишится своего значения. «И может случиться, что величие той, которую почитает вся Оссия и весь обитаемый мир, умолится!» Услышав это, они пришли в ярость и стали кричать «Велика Артемида Эфесская!» Весь город был охвачен волнением, и все как один устремились в театр, потащив туда спутников Павла, македонян, Гайя и Аристарха. Павел сам хотел выйти к народу, но ученики не пустили его. К тому же некоторые друзья Павла, из тех, кто руководил народными собраниями в Оссии, посылали к нему своих людей и просили не показываться на этом собрании. Тем временем одни кричали одно, другие — другое, собравшиеся были в полном замешательстве, и большинство даже не знало, зачем они собрались. Некоторые люди из толпы окружили Александра, которого выдвинули иудеи, и тот, сделав знак рукой, хотел было объяснить случившееся народу. Но когда узнали, что он иудей, все в один голос стали кричать «Велика Артемида Эфесская!» И так продолжалось около двух часов. Городоначальник, которому, наконец, удалось успокоить толпу, сказал «Граждане Эфесса, кто же не знает, что город Эфесс — хранитель храма Великой Артемиды и упавшего с неба образа ее? Никто не может этого отрицать, а потому необходимо сохранять спокойствие и ничего не делать сгоряча. Вот вы привели сюда этих людей, невиновных ни в ограблении храма, ни в хуле на нашу богиню. Если Дмитрий и работающие с ним мастера кого-то в чем-то обвиняют, то для того суды действуют, и проконсулы есть, пусть жалуются там, друг на друга. Если же вы просите о чем-то еще большем, то и это будет решаться на собрании граждан в законном порядке. «Нас просто могут обвинить в мятеже за то, что произошло сегодня без всякого на то основания, и мы ничем не сможем оправдать это скопление народа». Сказав это, он распустил собрание.